Она всегда была верным соратником, носила мольберты по горам и долинам, готовила еду и наливала чай. А когда супруг умер, бережно хранила его работы. Вот и этот портрет первой жены художника, солистки Куйбышевской филармонии Антонины Лебедевой, написанной еще в 47-м году, не сохранился бы, если б не старания второй супруги. Ная Федоровна Чистякова говорит, никакой ревности, только преклонение перед талантом мужа. Во-первых, это его жизнь. Меня тут не было близко, я была в глубоком тылу. В Сибири, Ачинс, город такой небольшой, теперь он промышленный стал. Так что очень далеко. И когда война началась, мне было 9,5 лет. Так что я никак тут не могла. И как я могу относиться? Нормально. Это его жизнь, это у меня его письма с фронта к ней есть. Все. Нормальные отношения. В Самарской филармонии представлены 20 работ, написанные в разные периоды жизни Исаака Цибульника. Особенное место занимают полотна послевоенного времени. Художник прошел всю войну. Его семью расстреляли фашисты. Сам он чудом выжил, не потеряв способности сострадать. И подарил множество великолепных картин, полных безграничной любви к людям. Его художественное творчество пришлось как раз на период 20 века. Много человек хлебнул и остался при этом художником и человеком. Это очень ценно. Портреты, натюрморты, пейзажи Исаак Цибульник оставил большое наследие. Его реалистичные картины отражают события вплоть до 1986 года, когда его не стало. Сейчас работа находится во многих музеях Самары, Ульяновска, Киева и Москвы. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.